Привет, друзья! С вами канал MarosLive. Сегодняшний выпуск посвящен деньгам, а точнее чешской зарплате. Как вы уже знаете, правительство Чешской Республики повысило гарантированную заработную плату по большинству профессий. Теперь у нас будет новая минимальная зарплата с 2022 года, с самого начала, с января месяца. И будет она теперь составлять 16200 крон грубого. С минимальной зарплатой растет, конечно же, и гарантированная, гарантирующая индивидуальный минимум заработной платы. Для некоторых должностей эта сумма увеличится до 2000 крон. Поэтому сегодня решил я сделать это видео, чтобы разобрать, насколько увеличится наша заработная плата с вами, кто работает уже и живет в Чехии. А также разберемся, к какой же группе мы относимся с вами. Минимальная заработная плата Это минимально допустимое вознаграждение за работу в классическом режиме в Чехии из расчета 40 часов в неделю. В настоящее время его получают около 140 тысяч человек. В этом году он установлен в размере 15200 крон. С января уже будет 16200 крон. Таким образом, самый низкий заработок вырастет на приблизительно 7%. Если кто не в курсе, в Чехии гарантированная заработная плата реализована на 8 групп. Первая группа включает ручной труд, а восьмая, высшая группа, высококвалифицированные должности. Давайте же посмотрим на эти группы и посмотрим, сколько вы должны прибавить на своей работе с 2022 года. Итак, группа номер 1. Минимальная ежемесячная заработная плата сейчас на конец 2021 года составляет 15200 крон грубого, либо 90 крон в час. Минимальная ежемесячная заработная плата с января 2022 года будет 16200 крон грубого, либо 96,4 в час. То есть, после вычета налога вы будете получать 14300 крон. Это если мы берем, опять же, чисто грубую зарплату 16200 без всяких премий, без ничего. Группа 1. Равная минимальной заработной плате включает, например, простую уборку, подготовительные частичные и вспомогательные работы, выдачу ключей, ручную обработку товаров, простую сборку, простое шитье, уход за общественными зелеными насаждениями. Какие же профессии сюда входят? Это помощник на кухне, вспомогательные работы при производстве продуктов, питания, сбор или мытье посуды, ручное перемещение предметов весом до 15 кг, швея, простой машиной шитье, небольшие швейные работы, подготовительные и частичные работы в коммерческих операциях, закупка бутылок, базовые услуги для гостей отеля, включая обработку багажа и вопросы ключей от номера, горничная для плановой уборки, доставщик различных видов грузов, уборщик общественной зелени. Переходим ко второй группе. Вторая группа здесь уже минимальная ежемесячная заработная плата сейчас составляет 16800 крон, это почти 100 чешских крон в час грубого. Минимальная же зарплата с января 2022 года будет составлять 17900 крон, это 106,5 чешских крон в час. После вычета налогов будет составлять 15500 крон. Во вторую группу входит несложная профессиональная работа, а именно, ручное перемещение предметов весом более 15 кг, земляные работы, дополнительные работы приготовления растворов, эксплуатация простых строительных механизмов, ремонт тротуаров и дорог литым асфальтом, установка строительных лесов на высоту до 10 метров, санитар, мусорщик, дворник, гид, продавцы полиграфии, табачных изделий, напитков и сувениров в киосках, производство простых блюд из полуфабрикатов, продажа на заправках, сортировка и контроль качества товаров в упаковочных цехах. Третья группа. Сейчас минимальная зарплата в третьей группе составляет 18500 крон, либо же 110 крон в час. Минимальная месячная заработная плата с января 2022 года будет составлять 19700 крон, либо 117,5 чешских крон. После вычета налогов будет составлять 16900 крон. Большая часть обычной работы попадает как раз в третью группу. И что это за вакансии? Это водитель грузовика, работа за станком, пекарь, мастер по ремонту электрических и тепловых приборов, администратор, лаборант, парикмахер, мастер по ремонту часов, фотограф, ремонт сумок, продавец, повар, бармен-официант, бухгалтер, средний и общий ремонт автомобилей, медсестра. Водитель метро, убой крупного рогатого скота и мясопереработка. Группа номер 4. Здесь минимальная ежемесячная заработная плата в настоящее время составляет 20500 крон грубого, либо 121,8 чешских крон в час. Минимальная месячная заработная плата с января 2022 года будет составлять 21800 крон, либо же 130 крон в час. После вычета налогов будет составлять 18500 крон. В эту группу входят профессиональные специализированные работы, а именно гид-переводчик, повар-специалист, портные в модельном и нестандартном производстве, более сложные монтажные и отопительные работы, организационное сопровождение туристических групп по стране и за рубежом, связанное с устным переводом, техник авиатранспорта, рулевой, сапожник, каменщик, водопроводчик, машинисты поездов. Группа номер 5. Минимальная ежемесячная заработная плата сейчас составляет 22600 крон, либо 134,4 чешских крон в час. Минимальная ежемесячная заработная плата с января 2022 года будет составлять 24100 чешских крон, либо 143,3 чешских крон в час. После вычета налогов зарплата будет составлять 21100 чешских крон. Сюда выходит так называемая системная работа, а именно водители автобусов, общая медсестра, акушерка, фельдшер, управление профессиональной работой в определенной производственной части, бригадир, диспетчер, рядовой IT-администратор в компании, поддержка сотрудников, воспитатель дошкольников, инструктор в автошколе, водитель, перевозящий более 16 человек, платежный секретарь, телеоператор, организационное сопровождение туристических групп за границу по маршрутам в нескольких странах. Шестая группа. Здесь минимальная ежемесячная заработная плата сейчас составляет 24900 чешских крон, либо 148,4 чешских крон в час. Минимальная ежемесячная заработная плата с января 2022 года будет составлять 26600 чешских крон, либо 158,2 чешских крон в час. После вычета налогов зарплата будет составлять 22000 чешских крон. Сюда входит системная специализированная работа. В этой группе такие должности, как директор, дирижер, специальный педагог, психолог, администратор компьютерной системы. Переходим к седьмой группе. Здесь минимальная ежемесячная заработная плата сейчас составляет 27500 чешских крон, а это 163,9 чешских крон в час. А минимальная ежемесячная заработная плата в январе 2022 года будет составлять 29400 крон, либо 174,7 чешских крон в час. После вычета налогов будет составлять 24100 чешских крон. Эта группа относится к творческой системе работ. И сюда относятся врач, стоматолог, фармацевт, финансовый аналитик, программист, создание общих маркетинговых стратегий и прогнозов, образовательная и творческая деятельность по обучению студентов или выпускников вузов, архитектор, директор произведений искусства. И в завершении восьмая группа. Здесь минимальная ежемесячная зарплата сейчас составляет 34400 крон, либо 181 чешская крона в час, а будет в 2022 году в январе составлять 32400 крон минималочка, либо 192,8 чешских крон в час. Зарплата после вычета налогов будет составлять 26300 крон. Эта группа включает в себя напряженную творческую системную работу, требующую высокого уровня. И сюда относятся эксперты в определении деловой и финансовой стратегии организации, координации финансовой и другой деятельности, финансовые брокеры, научный сотрудник по исследованию и развитию, научно-исследовательская деятельность, власти обучения студентов и подготовки исследователей или художников. Вот, друзья, такие вот группы, которые есть в Чехии. Если кто не знал, то уже после просмотра данного видео будете знать, к какой группе вы относитесь, это уже решать вам. Либо, опять же, можно задать этот вопрос вашему бухгалтеру. Но большинство людей, которые сюда приезжают работать по программе «Квалифицированный сотрудник», я вам так скажу, относятся к третьей, четвертой группе изначально. А дальше уже потом идут переходы, повышение квалификации и так далее. На что еще повлияет новая минимальная заработная плата в Чехии? Я вам так скажу, что повышение минимальной заработной платы делает медицинское страхование более дорогим для людей без налогооблагаемого дохода или затрудняет получение налоговой премии. Также работники, занятые неполный рабочий день, например, пенсионеры или студенты, которым государство не платит одновременно медицинское страхование, будут платить больше по медицинскому страхованию. В 2022 году оплата за медицинское страхование увеличится до 2187 чешских крон, а в 2021 году эта оплата составляет 2052 чешских кроны. Также соискатель работы, зарегистрированный в Бюро по трудоустройству, по закону может получать максимум половину минимальной заработной платы. Таким образом, лимит для так называемой неконфликтной занятости увеличится до 8100 чешских крон в месяц в 2022 году. Ну и что хочется сюда еще добавить, что Чехия одна из стран, где минимальная заработная плата за последние годы выросла больше всего. Поскольку еще в 2016 году она составляла 9900 чешских крон. Ну что, друзья, вот такое вот познавательное видео по минимальной зарплате в Чехии, по гарантированной зарплате в Чехии. Я надеюсь, вам видео данное понравилось. Если это так, то поддержите данное видео своими лайками. Не забывайте подписываться на наш канал, кто еще этого не сделал. Также делитесь своим мнением в комментариях. Ну а мы уже увидимся с вами в следующем выпуске. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok